В этот день в концертном зале Центра культуры и молодежной политики собрались учителя, воспитатели и педагоги всех дошкольных и учебных заведений Десногорска. Нарядные, с улыбками на лице, все они с нетерпением ждут начала нового учебного года. Поприветствовать и поздравить педагогов пришли почетные гости – руководители города, представители Смоленской атомной электростанции и общественных организаций. Развитие системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надежные, умные и благородные инвестиции. Руководство градообразующего предприятия не раз подчеркивало, что дети – это будущее Десногорска и атомной энергетики. Поддержка системы образования и детства – одна из забот Смоленской атомной электростанции. От того, какие выйдут дети из стен ваших заведений, которые вы возглавляете, которым вы воспитываете детей, обучаете, по-моему, будет зависеть и развитие самой Смоленской атомной станции, какой потенциал придет непосредственно на работу на нашего образующего предприятия. Особо отличившихся на Ниве просвещения педагогов наградили в этот день почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами Департамента Смоленской области, почетными грамотами главы муниципального образования города Десногорск и благодарственными письмами Десногорского городского совета. Не забыли и про ветеранов педагогического труда, которые многие годы воспитывали и обучали детей. Им были вручены почетные грамоты Комитета по образованию. Цифровая и пространственная трансформация системы образования – необходимые условия для обеспечения высокого качества и доступности образования. Именно в этом направлении работают наши педагоги. В новый учебный год они вступают с высокими результатами. Достижения наших педагогов известны не только на уровне нашего города, на уровне области, но и на России. И я от всей души хотела бы поздравить наших педагогов именно с творчеством, с энтузиазмом за ту любовь и щедрость, которую они нам дарят нашим детям. И пожелать им в новом учебном году таких же успехов, достижений на Ниве Просвещения. В течение семи лет в нашем городе реализуется проект «Школа Росатома». За время работы он собрал множество участников среди педагогов и детей. Десногорцы неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов в рамках данного проекта. Одним из самых популярных является творческий конкурс «Слава Созидателям». Его цель – увековечить живую историю становления и развития атомных городов. Школьники активно принимают участие в этом благородном деле. Вот и в этот раз они представили программу «Афиша», поделились своими эмоциями от работы в проекте и представили своих героев, которые считают, что ребята вносят неоценимый вклад. «Созидателям являются не только те ветераны, которые строили город, строили атомную станцию, участвовали в эксплуатации «Смоленская АЭС», но «Созидателям» я бы назвал и тех ребят, с которыми мы участвовали в этом конкурсе. Потому что за ними будущее. Они придут к нам на смену. И от того, какими они вырастут, будет зависеть будущее нашего города, будущее «Смоленской АЭС». Для педагогов была организована концертная программа, в которой приняли участие творческие объединения Центра культуры и молодежной политики. Особенный подарок подготовили учащиеся Третьей школы города. «Кто забыть обиды сможет, это детский дух целитель, это добрый наш учитель». Третья школы города. Продолжение следует...